Идея на миллион. Сегодня мы и поговорим с экспертами программы «Идея на миллион». Я приветствую председателя комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирину Тихомирову и уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Чупрова. Ирина Викторовна, Валерий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как я уже сказала, депутаты Государственной Думы принимают целый блок поправок в налоговый кодекс. Понятно, что они направлены на совершенствование развития бизнеса, наверное, о создании каких-то более льготных и выгодных условий для предпринимательства. Валерий Юрьевич, как бы вы могли прокомментировать те изменения, которые рассматривают депутаты? Ну, прежде всего, давайте отметим, что принятие в первом чтении этого законопроекта это выполнение одного из пунктов антикризисного плана, который правительством было утверждено 27 января текущего года. Мы видим, что достаточно оперативно Минфин такой законопроект разработал, согласовал его со всеми ведомствами, правительство его одобрило, он был внесен. И первое чтение состоялось в пятницу этого законопроекта. В свою очередь, в антикризисный план эта новация налоговая, она попала из послания президента Путина в декабре прошлого года. Основной смысл состоит в том, что федерация позволит субъектам Российской Федерации самостоятельно осуществлять регулирование специальных налоговых режимов. Это упрощенная система налогообложения, это патентная система налогообложения и режим налоговых каникул. Подробнее об этом мы поговорим в течение сегодняшней программы. Напомню телезрителям, что это прямой эфир. Наш телефон 2-11-45. Звоните, присоединяйтесь, высказывайте ваше мнение по обсуждаемой теме. Ну и, быть может, какие-то предложения у вас есть. И кто знает, может быть, они не лишены здравого смысла, как говорится. Что ж, хочется узнать, вот депутаты Госдумы работают, конечно, да, реализуют и послания президента, и какие-то там указы, да, значит, своеобразные. Нинецкий-то округ в этом заинтересован. Есть какая-то задача работать в данном направлении, Ирина Викторовна? Да, конечно, на самом деле у нас ведется постоянно мониторинг изменения федерального законодательства, все, что может касаться субъектов малосреднего предпринимательства. И сегодня на расширенной планерке губернатора Игорь Викторович дал конкретное поручение вести соответствующий анализ и подготовить соответствующие проекты законов, а у нас в округе их будет несколько, в соответствии с федеральным законодательством. У нас уже начата работа по анализу рисков для бюджета введения специальных налоговых режимов, так как право регионам дается, в общем-то, такое серьезное от одного до шести, поэтому мы просчитываем каждый вариант, два, три и четыре. И в результате мы постоянно отслеживаем, как проходит этот закон обсуждения в Госдуме, и к моменту принятия закона в Госдуме во втором чтении у нас будут подготовлены соответствующие проекты со всеми обоснованиями, расчетами и соответствующими заключениями. Что ж, Валерий Юрьевич, давайте теперь с вами, наверное, подробнее поговорим о том, что же там рассматривают депутаты Государственной Думы, какие изменения? Изменения в налоговый кодекс предполагаются по четырем основным моментам. Первое, так называемая упрощенная система налогообложения, на которой работает практически три четверти всего малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, она предполагает фиксированную ставку налогообложения, 6% дохода. Так вот, федеральный законодатель позволит субъектам в зависимости от категории плательщиков и от видов экономической деятельности позволит устанавливать ставку от 1 до 6%. То есть мы видим, что можно практически 6% сегодняшних понизить по каким-то видам деятельности до 1%. Это первая позиция. Вторая позиция. Есть налог, единый налог на умененный доход, которым пользуются предприниматели. Они не могут работать по ОСН, они не могут работать по патенту. Сегодняшняя ставка фиксирована на 15%. Законодатель предполагает, что субъекты будут в праве устанавливать в зависимости от категории плательщиков, устанавливать эту ставку в размере от 7,5% до 15%. То есть фактически может двукратное снижение быть. Это второй момент. Третий момент касается патентной системы налогообложения. ООН говорит о следующем. На сегодняшний день патентная система предполагает, что государство разрешает некоторые виды деятельности, и по ним предприниматель вправе использовать этот предельно простой способ отчетности взаимодействия с государством – покупка патентов. К 47 имеющимся видам деятельности можно будет добавить дополнительно еще 16 видов экономической деятельности. Они уже прописаны, да? Да, они в законопроекте, они прописаны. Я могу в частности сказать… Да, я думаю, будет интересно. Ну, вот из того, что предлагается законопроектом, их здесь 16, как я уже сказал, для нашего региона, наверное, были бы актуальны сбор, заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, переработка консервирования овощей, производство сыра, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, недлительного хранения, рыболовство, рыбоводство, образование дошкольное, дополнительное образование детей и взрослых, деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами и так далее. Все эти виды сегодня предполагают определенную отчетность, учет, в том числе раздельный. Патентная система, безусловно, позволит эти вещи значительно упростить. Кроме того, необходимо отметить, что бытовка и сфера услуг населению еще в этом законопроекте звучит один раз. Мы с вами на одной из передач говорили о законе так называемых налоговых каникулах в округе. Федеральный законодатель разрешил нам ввести налоговые каникулы в отношении видов деятельности в сфере научной, социальной и производственной. Вот только три сферы. Мы достаточно оперативно, кстати, хотел бы сказать, что если бы все законы так быстро у нас в округе принимались, которые касаются бизнеса, было бы просто чудесно. Так вот, законодатель сказал, что плюс к этому, четвертой сферой можно добавить под режим налоговых каникул сферу бытовых услуг населения. А это, я вам скажу, даже если укропненно, это больше 40 различных видов деятельности. Вот, ну, вкратце, основные положения цифровые. Вот, Ирина Викторовна, хочется тогда узнать, что Нинецкий округ получит, если, значит, федеральный законодатель во втором части не принимает эти поправки, региональный законодатель тоже принимает, да? Мы пока не знаем, какие будут это точно цифры, о каких процентах будет речь. Что мы получаем? Большое количество бизнесменов, либо какую-то другую выгоду? Ну, во-первых, мы получаем сохранение тех бизнесменов, которые у нас работают сегодня, потому что, в принципе, те условия, которые оказываются, вот новые экономические условия, в которых у нас сейчас бизнес работает. Есть, пусть пока небольшая статистика, но есть статистика закрывающихся свою деятельность предпринимателей. И в то же время, вот даже проведя анализ тех обращений, которые на сегодняшний день были в Комитет инвестиций, я могу сказать одно, что очень многих, конечно, пугает даже не регистрация самого предпринимателя, а именно пугает видение, что он уже зарегистрируется, на следующий день он уже должен государству. Это, конечно, очень большой такой минусовой стимул для предпринимателя, который его немножко тормозит, начать и все-таки внедрить в свой бизнес-проект и начать свою деятельность. А введя специальные налоговые режимы у нас в регионе, это, конечно, будет большим подспорьем вот именно в развитии тех начинающих предпринимателей и, конечно же, в сохранении тех, которые работают. Ну, а налоговые чиселли в бюджет уменьшатся, а Немецкий округ потеряет от этого, либо это все-таки стоит пожертвовать этим, либо там цифры не очень большие. Ну, я думаю, что там цифры небольшие. Мы как раз сейчас работаем над этим вопросом. Я говорила уже ранее, что мы сейчас как раз проводим анализ, какие это будут риски для бюджета. И будем, конечно, выбирать оптимальный вариант. Но я думаю, что наши депутаты тоже очень серьезно подойдут к этому вопросу, и мы вместе примем оптимальное для округа решение. Вот, Валерий Ильич, нам нужно тоже прямо блоком будет принимать поправки, да, Немецкому округу, либо мы будем каким-то другим путем идти. Да нет, ну, безусловно, понимаете, вот в пятницу на состоявшемся первом чтении в Государственной Думе замминистра финансов, который докладывал, он сказал, что мы планируем предоставить такое право субъектам уже с 1 июля. То есть до 1 июля ожидается и принятие, да, и подписание этого закона. Вот. Если именно так будет развиваться ситуация, то нам, естественно, нам имеет смысл просто принимать пакетом, разрабатывать законопроекты, то, о чем, кстати, сегодня Игорь Викторович сказал, чтобы эта работа шла синхронно с Государственной Думой. Потому что наши законодательные процедуры на территории региона, они тоже предполагают определенные этапы, определенные стадии, и определенный пакет документов. Если Федерация говорит, что в результате этих поправок в целом региональные бюджеты и муниципальные бюджеты потеряют 184 миллиарда рублей, из которых 140 миллиардов приходится вот на упрощенную систему с 6 до 1, то, естественно, мы тоже должны сделать определенную оценку тех выпадающих вещей, да, которые могут ударить по бюджету, значит, региона, и в том числе и муниципалитетов. Это обязательная стадия для того, чтобы закон появился. У нас сегодня потребует изменения. Закон о налоговых каникулах потребует, поскольку мы можем увеличить, значит, услугами бытовыми. Закон о упрощенной системе налогообложения – это два. Закон о дифференцированных ставках при применении упрощенной налоговой системы – третий законопроект. И ведь то, что касается единого налога на вмененный доход, это прерогатива представительных органов местного самоуправления городских округов и районов муниципальных, да. Соответственно, определенную работу надо тоже синхронно провести с нашими двумя муниципалитетами. То есть насколько снижать, в каких объемах и так далее. Вот. И решать вопрос, значит, что делать вот с этими выпадающими доходами. Смотрите, как интересно. Ведь даже их трудно назвать, наверное, выпадающими, все эти вещи, да, поскольку мы сегодня стремимся обычных рядовых граждан сделать предпринимателями. Но сегодня-то они не налогоплательщики, они где-то там в тени, кто-то где-то что-то там пытается, допустим, делать, да. А мы хотим их туда привлечь. Это наоборот, в принципе, так сказать, ну, увеличение налоговой базы. А вправе ли будут региональные законодатели вводить какие-то дополнительные виды деятельности к тем, что сейчас предложил федеральный законодатель? Пока нет. Закон это не предусматривает. Просто я к чему. Мы сейчас очень много говорим о развитии сельского хозяйства на территории Ниньинского округа, да, а здесь пока оно никак не звучит. Либо нет такой актуальности. Потребности. Ну, только вот про дикоросы, про производство сыра. Это мы говорим о том, что эти виды деятельности могут быть на патенте. Но не забывайте, если мы с вами берем закон об упрощенной системе налогообложения и все, что связано с сельским хозяйством, мы пишем, вот им всем 1%. Это что, не льгота? Конечно, льгота. Это будет льгота, да? Согласитесь. Да, и там и рыболов, ну, все, что связано с возможностями переработать то, что у нас здесь растет, закопано, растет на кустах и так далее, все это уже само по себе льгота. Это будет распространяться на тех, кто только начинает свой бизнес, все эти налоговые льготы, либо уже на предпринимателей работающих? Объясню. Смотрите, вот то, что касается налоговых каникул, они по-прежнему, по общему порядку, они на 2 года даются. До 21 года, в любой период времени, налогоплачальщик может воспользоваться. Но если он впервые регистрируется? Если он впервые регистрируется, да, после выхода этого закона. Что касается всех остальных вещей, я имею в виду упрощенные системы налогообложения, патентный и единого налога на умененный доход, то там нет какого-то временного отрезка, в течение которого вот это можно снижать. То есть, как сказал замминистра финансов, отвечая на вопрос депутатов, он сказал так, значит, возможно, депутаты, возможно, регионы будут осторожничать, но это их право ввести там в 16-м году, в 18-м, а кто-то там захочет в 20-м, потому что это временными рамками не ограничено, понимаете? Самое главное, что федеральный закон должен заработать с 1 июля 2016 года. Такое обещание, да, получено от министра финансов. Поэтому я думаю, что нам действительно самое время начинать эту работу. Причем в ускоренном режиме. Телефон прямого эфира 2-11-45, звоните, присоединяйтесь. Тема на самом деле очень актуальная, очень живая, интересная. Вносите свои предложения, они будут, конечно же, зафиксированы, и, быть может, найдут применение и в окруженном законодательстве. Как знать? Вот, безусловно. И в этой связи хотелось бы сказать, что мнение предпринимателей и потенциальных предпринимателей, да, вот по отношению к такого рода инициативам, они тоже очень важны. Потому что, ну, ведь, как я называю, да, этот период, это такое окно возможностей для нашего региона. Вот, просто, несмотря на то, что непростые экономические условия для нашего региона, это окно возможностей. Потому что мы имеем возможность вот сделать такое льготное налогообложение, поскольку пока у нас сектор развит не очень серьезно, да, и мы, принимая эти решения, мы финансовую нагрузку-то несем очень небольшую. Другое дело, если бы у нас 50% бюджета формировалось за счет бизнеса, как в других регионах, там гораздо сложнее принимать эти вещи, нам проще. Елена Викторовна, а каково участие комитета будет вот в рассмотрении, в реализации, ну, и в дальнейшем какое-то, да, наверное, воплощение в жизни данных поправок? Комитет на сегодняшний день, вот, в соответствии с поручением губернатора, будет являться непосредственным разработчиком данных законопроектов. Вернее, даже не комитет, а департамент финансов, экономики и имущества. Я уже повторюсь, да, что работа уже начата, и это будет внесение изменений в несколько законопроектов. Но вот основная задача наша, это, конечно, обосновать. Обосновать именно тот оптимальный вариант, который нужен для нашего региона. И правильно Валерий Юрьевич сказал, конечно, что, да, нужно учитывать специфику Ненецкого автономного округа, в части формирования бюджета и нашей заинтересованности, чтобы у нас все-таки процент наполнения бюджета за счет отчисления именно от предпринимательства, конечно же, РОС. Поэтому я думаю, что мы подыщем на самые интересные и оптимальные условия для развития бизнеса у нас в регионе. То есть сейчас пока не можем сказать, что конкретно, вот прямо очень-очень нам интересно из того, что предлагает федеральный законодатель. Мы будем уже все равно выбирать, решать, анализировать. Нет, немножко неправильно. На самом деле все, что принимает, вот принято 15 мая законодателям, нам интересно все. Особенно все те направления действий по патенту. Извините, если рыболов, вот на сегодняшний день очень много обращений именно связанных с рыболовством. И мы вместе сидим и подбираем им систему налогообложения. А с другой стороны, если рыболов на селе может воспользоваться будет патентной системой, это, конечно, будет идеальным вариантом. Очень многие моменты, которые принимает сейчас федеральный законодатель, они очень хорошо могут сказаться именно в сельских населенных фронтах. Я так понимаю, патентная система, она наиболее востребована сейчас в нашем округе? К сожалению, нет. А что тогда, чем пользуется наша предпринимательница? В основном упрощенная система налогообложения, причем налогообложения от доходов в 6%. А почему так происходит? От незнания или от чего? Ну, во-первых, не все виды далеко попадают. Есть ограничения по выручке, да, есть ограничения по привлечению персонала. И, во-вторых, не надо забывать, что вот эта новая патентная система налогообложения, обновленная, да, она начала ведь функционировать только с 2012 года, то есть буквально три года. Пока народ еще это не совсем распробовал, но считаю ее наиболее оптимальной. Вот и Госдума, и увеличивает, расширяет этот спектр вот этих действий. Действительно, для очень многих людей, которые в муниципалитетах хотели бы заниматься бизнесом, их страшит, значит, обилие разного рода отчетностей, документов, каких-то коммуникаций с городом и так далее. В случае получения патента, вот купил патент, получил его, повесил себе на стенку и работай, да, там, до окончания патента, до получения следующего. Присоединяюсь к словам Ирины Викторовны. На самом деле, любой из этих законопроектов нас интересует, ну, в полном объеме. Несмотря на определенные сложности прохождения экономических законов в собрании депутатов, вот, учитывая непростые, так сказать, экономические условия, да, вот, тем не менее, ну, я как-то с таким большим оптимизмом смотрю все-таки на судьбу законопроекта, который у нас появится, потому что фактически, знаете, у нас два мощных лоббиста, да. Первый – это президент России, который это в послании президента озвучил, затем правительство, которое этот законопроект разработало, и третье – губернатор Игорь Викторович Кошин, который сказал, что все налоговые новинки, которые Федерация будет предлагать регионам, мы у себя в субъекте в Ненецком автономном округе должны использовать по максимуму. То есть в любом случае мы будем идти в ногу? Конечно, и не ужиматься, не вводить ограничений. Крайней мере, ну, на такой оптимизм дает закон, принятый уже закон о налоговом каникулу, ведь Федерация давала возможность, знаете, установить определенные ограничения по доходу, определенные ограничения по численности персонала, чтобы под каникулы не попадали очень большие структуры. Мы этого не стали вводить, потому что действительно у нас есть время, год-два-три, на то, чтобы посмотреть, как это работает. Если есть какие-то, так скажем, извращения и попытки ухода, мы это можем отрегулировать. Но пока без всяких ограничений. Кстати говоря, тогда же, 15 мая, в пятницу, депутаты Государственной Думы рассматривали еще несколько поправок в налоговый кодекс. Это говорит о том, что хотят его довести, видимо, до абсолютного совершенства, если, конечно, такое возможно. Вот на ваш взгляд, что еще нужно изменить в налоговом кодексе, чтобы предпринимателям стало уж совсем комфортно вести свой бизнес? Есть один вопрос, даже ряд вопросов, которые, в принципе, обсуждались в самых высоких сферах, и на наш взгляд, на взгляд уполномоченных, это наше предложение было президенту, позволили бы значительно улучшить ситуацию. Чего это касается? Это касается так называемых самозанятых граждан. Но, к сожалению, пока мы не видим после первого чтения этой нормы о том, чтобы, понимаете как, чтобы человек, который сегодня, допустим, подрабатывает репетиторством, мучитель, чтобы ему не надо было идти регистрироваться в качестве предпринимателя, в фонды идти регистрироваться, потом какую-то выбирать систему налогообложения, а чтобы он мог вот однократно, купив патент, автоматически на период действия патента он как бы считался предпринимателем, понимаете? То есть он купил патент на полгода и готовит школьников к экзаменам. Просто помогает им учиться. Совершенно верно. И вот через 6 месяцев ему не надо идти закрывать это ИП, не надо там сниматься с учетов и так далее. Просто он уже заплатил патент государству, в последний день патента он или покупает следующий, или он перестал быть вот так называемым самозанятым гражданом. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. И вопрос следующий тоже, так скажем, из сферы налогов, да, он обсуждался. Речь шла о том, чтобы режим налоговых каникул распространить в том числе и на юрлицы, на организации. Чтобы не только ИП, но и организации. Какой механизм предлагался? Предлагалось сделать следующим образом. Не секрет, что с ИП не все любят работать, да, из-за особенностей исчисления НДС и так далее. Так вот, предлагалось, что если я нигде раньше никогда не был там, допустим, ни ИП, ни кем-то, если я выступаю учредителем общества с ограниченной ответственностью, то определенный вычет от последующей деятельности вот этой ОООшки, значит, распространяется у нас на само общество. Если два учредителя, то, так сказать, еще там больше. Но пока эта идея тоже не в данном законопроекте июня. Ирина Викторовна, есть что добавить, на ваш взгляд, какие-то, может быть, новации в налоговый кодекс? В налоговый кодекс есть один момент, который давно уже и широко обсуждается. И, в принципе, Валерий Юрьевич тоже в курсе этой темы. Мы вместе тогда обсуждали и готовили предложение на федеральный уровень. Это то, что касается гарантий лиц, работающих на территории Крайнего Севера. Потому что для, конечно, предпринимателей брать на себя ответственность, ну, они берут на себя эту ответственность, конечно же, по предоставлению льготной дороги, по всем районным климатическим коэффициентам, по дополнительному отпуску для лиц, которые работают в Крайне Севера. То есть вот в этом свете это, конечно, для бизнеса это нагрузка. И на прошлой неделе мы получили протокол поручения президента Российской Федерации Путина о том, что регионам вместе с Минэком проработать данный вопрос и внести предложение на федеральный уровень, как в этой системе можно облегчить нагрузку именно на бизнес. Чтобы нам легализовать, в принципе, да, как работодатели, так и всех сотрудников, которые работают на предпринимателе. Что ж, есть еще что добавить по обсуждаемой теме, потому что будем подходить к итогам плавно. Валерий Ильич, давайте резюмируем, подведем итог, черту под темой, о которой мы только что говорили. Да, ну, еще раз повторюсь, да, что все-таки остаюсь оптимистом в отношении тех процессов, которые происходят. Вот, учитывая и заинтересованность органов власти, учитывая и заинтересованность бизнеса, учитывая условия, значит, для какого-то обновления экономики у нас в регионе, я полагаю, что в случае принятия вот этого пакета документов, да, мы дадим дополнительный стимул. Дадим дополнительный стимул для того, чтобы сомневающиеся наконец-то поставили точку, пошли и зарегистрировались, кто-то начал свое дело, чтобы в комитет приходило, значит, уже не 5, а 25 человек. Не 100, уже 200. Вот. Ну, с тем, чтобы действительно не на словах, а на деле люди, желающие заняться предпринимательством, почувствовали встречное движение со стороны государства. Ну, я хочу сказать, что программа «Идеи на миллион» совсем скоро уходит на каникулы, мы в следующий раз будем встречаться только в сентябре, поэтому давайте подведем промежуточные итоги той деятельности, которую вы, Валерий Юрьевич, которую вы, Ирина Викторовна, ведете каждый в своих ведомствах. Валерий Юрьевич, давайте вы продолжите. Ну, немножко неожиданно, ну, давайте так, из ближайших последних событий, да, в апреле месяце мы с коллегами, уполномоченными со всей Российской Федерации обсудили в Москве доклад ежегодный президенту 26 мая федеральные уполномоченные Борис Юрьевич Китов с этим докладом будет у президента Российской Федерации. И среди предложений, я особо отмечу, значит, есть три сформулированных проблемы, вот, о которых говорил в том числе и ваш покорный слуга, и Ирина Викторовна упоминала эту так называемую северную гарантию, вот, будем надеяться, что по итогам доклада президенту тоже будут соответствующие поручения правительству. Ирина Викторовна, как комитет отработал? Понятно, что недавно созданный орган достаточно молодой, но как мы видим, перспективный. Спасибо за хорошие слова. Ну, комитет отработал на сегодняшний день, я вот по статистике могу сказать, у нас было уже порядка ста обращений, и на 15 мая регистрацию, вот, при нашем содействии регистрацию прошли 15 предпринимателей. Из них это четыре крестьянско-фермерческих хозяйствах, что радует, потому что данная форма предпринимательства у нас немножко не развита в регионе. Десять — это индивидуальные предприниматели и одно общество с храничной ответственностью. Но я думаю, что это как бы не особый такой показатель, да, в работе. Основную работу мы будем все-таки оценивать уже во втором полугодии, потому что с 1 июня у нас полноценно заработает и зафункционирует фонд развития предпринимательства, потому что здесь были все равно определенные процедуры, регистрационные процедуры, документационные, организационные, вот. Заработает фонд, причем в плане и финансовой поддержки. На сегодняшний день все необходимые документы прошли уже оценку регулирующего воздействия. Думаю, в ближайшем времени мы завершим уже все организационные работы по документам. Но мы работу не прекращаем и всегда рады. И сегодня мы предпринимателей ведем специально к тому, чтобы заранее подготовить к грамотным бизнес-идеям, к грамотному составлению документов и подготовке, в общем-то, их начала деятельности. Да, и слава богу, пускай это все дальше развивается, предпринимательская деятельность на территории Нейнского округа, чтобы, Валерий Юрьевич, к вам поменьше обращались с нарушениями прав предпринимателей. Благодарю вас, уважаемые эксперты, за участие в программе «Идеи на миллион» в этом сезоне. Напоминаю, что в следующий раз мы увидимся только в сентябре, после отпуска, отдохнувшие. Это была программа «Идеи на миллион». Валерий Юрьевич. Мы хотели поблагодарить вас за внимание к нашей деятельности, ну и пожелать вам хорошего творческого отпуска. Спасибо большое, спасибо. Это была программа «Идеи на миллион». Повторюсь, что увидимся в следующий раз только в сентябре. Приятного вам отдыха и всего доброго. Продолжение следует...